МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуаши информационная программа «Республика» с главными событиями среды. Вас познакомят наши корреспонденты. Я, Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Общественный контроль. Общественная палата Чуаши запускает горячую телефонную линию связи с избирателями. Услуги ЖКХ одним кликом. В Чуаши запустили мобильное приложение «Личный кабинет ЖКХ Чуаши». Чехов Клаб. Русский драмтеатр открывает сезон. Премьера. Предприятия республики осваивают новые ниши и продвигают инновации. С современными разработками электроэнергетической сферы сегодня познакомили и главу региона. Михаил Игнатьев посетил производственный цех завода АБС «ЗИМ-автоматизация» и встретился с его работниками. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Экономическая ситуация диктует свои условия предприятиям. Большинство отраслей сейчас нуждаются в инновациях. На этом заводе ставку на программу импортозамещения сделали давно. Последняя разработка электропривода с интеллектом. «Здесь микропроцессов на контроле выходит, здесь все. То есть это интеллектуальный электропривод на минус 60 градусов. Можно под воду погружать и все будет работать». Ноу-хау помогли заводу выйти и на новые рынки сбыта. «Мы огружаем не только Роснефть. Это и Татнефть, это и Башнефть, это независимая нефтегазовая компания. Сургутнефтегаз. То есть сейчас это для нас новые ниши». Производители обеспечены не только заказами, но и материалами. Сейчас здесь приобретают чувашский металл. «Серево, откуда вы сейчас покупаете?» «В Чувашских тормед. Откуда там?» «В Чувашских тормед. То есть мы собираем со вторички алюминиевые сплавы, привозим, расплавляем у себя печки». Устройства, произведенные здесь, поставляют на объекты ЖКХ, нефтяные заводы и даже атомные электростанции. Заказы поступают и из-за рубежа. Уже налажен экспорт страны СНГ, Африку и на Ближний Восток. «Несмотря на сложности в реальном секторе экономики, у вас динамик хороший в этом году. Перевалите за один миллиард рублей и войдете в клуб миллиардников. Мы это тоже отслеживаем. Это значимо для всех нас. Почему? Потому что у завода перспективы хорошие, у рабочих тоже перспективы хорошие». Работники предприятия смогли задать Михаилу Игнатьеву вопросы. Жители микрорайона Садовый поинтересовались, как дальше будет развиваться этот жилой комплекс. «Развязка строится, соответственно, мы его достроим. И дополнительные возможности появляются для комфортного проживания. Если какие-то там школы мы построим, и все те вопросы, которые поднимают жители, мы будем разрешать». Работников волнует и нехватка воспитателей в детских садах. «Около трех тысяч воспитателей на территории города, но где-то 200-300 вакансий. Эта проблема действительно есть. По привлечению молодых специалистов есть стимулирующая программа. До тысячи рублей мы выплачиваем». Михаил Игнатьев отметил, что для мотивации педагогов в республике сделано немало. Решать кадровую проблему власти региона продолжат. «Воспитателям детских садов зарплату мы подняли 2,5 раза. Они раньше 7 тысяч, 8 тысяч получают. Сегодня получают около 18 тысяч сирен по республике. Мотивации». Еще одна интересующая работников тема – строительство спортивных объектов. Главе региона рассказали, что количество курящих на этом заводе можно пересчитать по пальцам. Каждый год здесь проводят и корпоративную спартакиаду. Принять участие в ней пригласили и Михаила Игнатьева. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев. Республика. Сообщить о нарушениях выборного законодательства можно на вновь открывшуюся общественную горячую линию связи с избирателями. Колл-центр доведет информацию до официальных лиц, принимающих решения по обращениям. Подробности в нашем репортаже. Общественная горячая линия связи с избирателями помогает предотвратить нарушения избирательного законодательства и выборных процедур. Потенциал ее актуален не только в период выборов, но и вне избирательного процесса. В первую очередь на линию обращаются люди с ограниченными возможностями в силу разных причин. В основном ветераны и инвалиды. Работа нашей линии в прошлом году позволила снять напряженность и взять на себя часть звонков. Во многом технических, во многих просто консультаций. Где, куда, какой номер участка, куда можно обратиться. Но и вторым аспектом работы горячей линии стало тот процент, наверное, процентов 20 поступивших звонков, имеющий под собой предложение граждан об улучшении избирательного процесса и предложение и жалобы на некоторые социальные проблемы, возникающие в обществе. Таким образом укрепляется взаимодействие органов власти и гражданского общества. В прошлом году проект «Общественный контроль» на выборах был отмечен благодарностью Общественной палаты России. Я уверен, что совместно мы сможем провести выборы таким образом, что действительно воля и волеизвеление избирателей будут правильно посчитаны и результаты выборов в Чувашской республике будут абсолютно объективными, вызывающими уважение и основаны на законе. Телефон горячей линии 62-35-86. Он работает ежедневно с 8 утра до 5 вечера. В день голосования 18 сентября круглосуточно. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика. Припарковать автомобиль во дворе своего дома для многих жителей Чуваксар это уже перестало быть проблемой. В столице Чувашии уже не первый год реализуется муниципальная программа развития транспортной системы. В ее рамках ремонтируются дороги, строятся детские игровые площадки и парковки. В одном из обновленных дворов побывала и наша съемочная группа. В соревновании под названием «Успей занять место на парковке» для жителей этого дома по улице Ярмарочная подошло к концу. Недавно здесь появилась стоянка на 19 мест. Раньше по этой дороге с трудом могла проехать одна машина. Теперь же можно не бояться поцарапать соседний автомобиль. До появления парковки, конечно, было очень тесно. Дело в том, что машин очень много. Они ставили около других домов. Вот здесь рядом овраг почти, около оврага даже ставили. Эта парковка нужна именно водителям. Они сегодня очень рады и не нарадуются. Построили ее всего за неделю, но быстрые сроки вовсе не означают плохого качества. За ходом работ следили как сами жители, так и специалисты технического надзора. Снимали пробы асфальта и проводили лабораторные исследования. Кстати, с этого года подрядчики увеличили и срок гарантии. Она составляет 5 лет. Конкретно по этому многоквартирному дому, значит, претензии подрядчика нет. Это выполнено все в установленных объемах согласно тех заданиям. В настоящее время из 31 парковочного места уже 29 у нас сделаны. В остальных районах Щебоксар ремонтные работы также практически завершены. Всего же новые парковки появятся по 110 адресам. Для того, чтобы дом включили в программу, благоустройство жителям, нужно организовать общее собрание собственников, на котором уже принять положительное решение о дальнейшем ее содержании за счет средств уже самих собственников, то есть силами управляющих компаний. В дальнейшем протокол общего собрания, надлежащим образом оформлен, нужно уже передать в администрацию своего района. В этом году на ремонт дворовых территорий и строительство парковок из бюджета выделили более 90 миллионов рублей. Как отмечает в столичной администрации, на следующий год работа продолжится. Татьяна Леонтьева, Сергей Адушкин, Республика. Сегодня в Щебоксарах чествовали кооператоров. Торжественную церемонию посвятили 185-летию потребительской кооперации России. Плоды их труда можно было увидеть в фаете от ровера и балета. Столы ломились от всевозможной выпечки, овощных заготовок, мясных деликатесов и соков. Повара районных кафе сегодня устроили негласный конкурс на самое вкусное блюдо. Глава Республики оценил старания работников по достоинству. Михаил Игнатьев отметил, что в Чувашии выстроена эффективная система потребительской кооперации. Сейчас в этой сфере трудится более 8 тысяч человек. Годовой оборот Чувашпотребсоюза превышает 11 миллиардов рублей. Итоги плодотворной работы на местах оценили и в Москве. В прошлом году Аликовское райпо было признано лучшим стране. Вот эта целостная, мощная система работала, как на едином дыхании, так и работали. Инвестиции огромные уложили для того, чтобы покупателю было удобно. Чтобы отношения вами, это сотрудниками уже целостной системы Чувашпотребсоюза, были выстроены своими покупателями. Это очень важно. И вот принцип доверия и уважения, это как основной принцип вашей деятельности, и между покупателями он выстроен. Лучшим кооператорам вручили награды. Сразу четверым специалистам сегодня присвоили звание заслуженных работников сферы обслуживания Чувашии. На сцене чествовали и тех, кто обучает этой профессии. Наталья Барабаш больше 9 лет работает преподавателем в кооперативном техникуме. Недавно в учебном заведении начали готовить специалистов гостиничного сервиса. С годовым оборотом более... Подъемка операции нуждается в молодых и высококвалифицированных специалистах, владеющих профессиональными компетенциями и общими компетенциями. Я считаю, что система подъемка операции может и развиваться и в туристической области, то есть развивать туристическую индустрию Чувашской республики. Доступ к услугам ЖКХ одним кликом. В Чебоксарах запустили мобильное приложение «Личный кабинет ЖКХ Чувашии». Насколько теперь станет проще и удобнее контролировать свои счета, и какие еще возможности появятся у собственников жилья, узнавала наша съемочная группа. Это приложение в тестовом режиме запустили еще в начале года. Разработчикам нужно было оценить удобство пользовательского интерфейса и понять, какие корректировки внести в финальный релиз. Мобильная версия практически ничем не отличается от страницы на портале ЖКХ. Здесь представлен весь перечень необходимых услуг. Вы можете совершать оплаты, ваши текущие оплаты счетов ЖКХ, счетов по капитальному ремонту. Вы можете подавать показания счетчиков. Все это в любой момент, в любом удобном для вас месте. С вашего персонального телефона, со смартфона. Сам прием платежей осуществляется с небольшой комиссией в 1%. Это так же, как стандартно везде. Регистрация не занимает много времени. Нужно ввести минимальное количество данных. Впрочем, этого делать не придется, если у жильца есть аккаунт на портале. Логин и пароль совпадают. Следить за своими счетами можно в режиме реального времени. Все данные автоматически обновляются. Еще один приятный бонус – возможность отправлять обращения и заявки управляющей компании одним кликом. У вас не работает лампочка по дороге, в маршрутке. Вы написали, чтобы лампочку вы меняли. Дальше все зависит от нашей управляющей компании. По большому счету, она мгновенно получила эту информацию. Компания-разработчик обслуживает около 50% лицевых счетов граждан и сотрудничает с рядом столичных управляющих компаний. Для всех управляющих компаний, которые работают с инсоцией, то есть которые размещают свои данные на портале ЖКХ «Чуваши», для всех абонентов возможна работа с личным кабинетом. И на портале, и через мобильное приложение. Любая управляющая компания может начать работать и подключиться к мобильному личному кабинету. И, естественно, для своих абонентов, для своих жильцов сделать доступной эту удобную услугу. Личный кабинет одинаково удобен как для собственников жилья, так и организаций. Оценить работу мобильного приложения может каждый пользователь смартфонов. Оно доступно для скачивания через Google Play. На других платформах его обещают запустить в ближайшее время. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика. Оперативники ФСБ и МВД задержали жителя Вологодской области, который находился в федеральном розыске. Он обвиняется в присвоении и растрате денежных средств. В Чувашии житель Вологодчины представлялся членом общероссийской общественной организации, которая контролирует деятельность уголовно-исполнительной системы. В Чувашии он предпринимал попытки облегчить условия содержания в камере СИЗО одного из подсудимых, который обвинялся в вымогательстве и хищении 50 миллионов рублей. Сейчас задержан и передан правоохранительным органам Вологодской области. Игорный бизнес в России уже 10 лет вне закона. Однако еще находятся горе-бизнесмены, открывающие подпольные игорные заведения. Ленинский районный суд города Чебоксара вынес обвинительный приговор двум молодым людям, решившимся нажиться на игроманах. Год – три месяца лишения свободы условно и штраф в размере 120 тысяч. Такова цена за незаконную организацию азартных игр. С января по ноябрь 2015 года злоумышленники организовали игорный бизнес в помещении павильона на территории рыночного комплекса «Ярмарка». 21 ноября того же года деятельность этого салона была пресечена. Однако спустя полтора месяца злоумышленники открыли эту точку заново. Тем не менее, 17 февраля текущего года деятельность указанного подпольного игорного заведения была пресечена окончательно. Материалами уголовного дела установлено, что злоумышленники использовали для мобильной связи между собой и персоналом игрового салона абонентские номера, зарегистрированные на третьих лиц, неосведомленных об их преступной деятельности. Также в целях конспирации и защиты от правоохранительных органов доступ в салон имел лишь определенный круг посетителей. Незаконное игорное заведение работало под видом магазина и было оборудовано системами видеонаблюдения для обеспечения возможности дистанционного наблюдения и контроля за персоналом игорного заведения. Кроме того, договор о аренде помещения под игровой салон был заключен от имени постороннего лица. По результатам рассмотрения уголовного дела в суде приговором Ленинского районного суда города Чебоксары двое местных жителей в возрасте 31 года и 30 лет, которые между собой являются друзьями, признаны виновными в незаконной организации проведения азартных игр группы лиц по предварительному сговору. В ближайшее время приговор суда вступит в законную силу. 10 сентября народонаселяющие Чувашии соберутся на свой первый съезд. Им предстоит обсудить множество вопросов дальнейшего культурного взаимодействия, в частности создания Ассамблеи народов Чувашии. В числе ее задач – поддержка национально-культурных объединений, создание условий для культурного обмена. В Чувашии действуют 34 национально-культурных общественных организаций, представляющих 16 национальностей. У татар, например, таких организаций несколько. И неудивительно – татары – третья титульная нация в нашей республике. Больше всего татар проживают на территории Батревского, Комсомольского, Шамуршинского районов и в Чебоксарах. Хотя и в других муниципалитетах можно встретить татарские семьи. Духовным центром татар Чувашии считается поселок Шигардан в Батревском районе. Здесь расположено Духовное управление мусульман, Центральная соборная мечеть имени трех сподвижников, другие учреждения. Здесь проходит ежегодный сельский экономический форум «Шигарданский диалог». Неподалеку от Шигардана ежегодно устраивается и Большой татарский праздник с Абантой, неизменно собирающий тысячи участников и зрителей со всей Чувашии и соседних республик. Но Ясная Поляна – далеко не единственный пункт туристического паломнического маршрута. Большинство приезжих стараются поклониться татарским святыням, захоронениям исламских миссионеров. Здесь покоятся люди, которые переселились из древнего города Шахри-Булгар, то есть это Булгар, столица Бургарии и первая столица Золотой Орды. И они переселились сюда. Вот Ямюшхаджи, Ибрахим Угла, вот такие вот фамилии, не фамилия, а имена вернее. Чуваши и татары в Батревском районе издавна живут в мире и согласии. Местные жители одинаково свободно владеют и чувашским, и татарским, и русским языками, что неудивительно. Смешанные браки в этих краях – не редкость. Фариду и Альбине Абитовым это очень помогает и в профессиональной деятельности. Она занимается с юными дарованиями в татарском Шагардане. Он – бессменный звукорежиссер на всех выступлениях юных танцоров и певцов в Чувашском селе Батрево. Такое добрососедство – миниатюрная модель межнациональных отношений во всей республике. Мы действительно относимся к Чувашии как к общему дому и стараемся не омрачать погоду в нем ссорами и конфликтами. Именно поэтому татары, как и другие народы, выступают за создание ассамблеи, связывая с ней надежды на сохранение многонационального разнообразия республики. Мы хотим сохранить свою культуру и свой язык. Мы вышли с инициативой, чтобы могли организовать какие-то курсы, например, курсы татарского языка, мордовского языка, чтобы сохранить культуру народа. Сразу после нашей программы смотрите интервью по существу. Исполняющий обязанности министра культуры по делам национальности и архивного дела Константин Яковлев расскажет нашему корреспонденту о том, как идет подготовка к съезду народов. К другим новостям. 8 сентября Русский драматический театр открывает новый 94-й театральный сезон. Он начнется с премьеры «Спектакль Чехов Клаб», уже пятая постановка режиссера Сергея Юнгенса. Чем на этот раз он удивит зрителей? Сергей Юнгенс попытался объединить классическую чеховскую прозу с современными сценическими течениями, такими как «Камеди Клаб», «Камеди Вуман». Красочность, динамика, непредсказуемость сюжета соседствуют с привычными для зрителя образами, живыми и понятными, как сам Чехов. По словам режиссера, зеркало на сцене появилось не случайно. В нем можно увидеть отражение современных героев. Этим спектаклем мы хотим актуализировать чеховские рассказы и попытаться донести до зрителя, что все те проблемы, о которых говорил Чехов, любовь, счастье, семейная жизнь, карьера – это все актуально сейчас. И очень хочется, чтобы на этот спектакль приходил семейный зритель. И хочется, чтобы это было интересно и молодежи, и школьникам, и взрослым поколям. Он всем близок, он актуален, он лаконичен в своих рассказах, он очень театральный, очень живой, жизненный, он всем нравится. Спектакль «Чехов Клаб» требует от актеров высокого мастерства. И это не просто словесный штамп. За считанные минуты роковая красотка может превратиться в дряхлую старушку. Наверное, этот спектакль из всех самый сложный тем, что здесь несколько образов, каждому приходится играть. То есть мы постоянно отыграли один отрывок, зашли за кулисы, резко, быстро переодеваемся и уже готовимся на следующий отрывок. Жанр для Чехова, скажем так, очень неожиданный. Поэтому нам кажется, что он может быть определенной публике достаточно интересен. Мы вообще, так сказать, стараемся экспериментировать, насколько это возможно. Мы вас в Чехове ждем с удовольствием на новые спектакли, на премьеру. Помимо спектакля «Чехов Клаб», в этом сезоне коллектив планирует выпустить драму «Отель двух миров» Эрика Шмидта, режиссер Владимир Красотин и сказку для детей в постановке молодого актера театра Сергея Куклина. Традиционно театр примет участие в Международном фестивале русских театров России и зарубежных стран, который ежегодно проходит в Йошкар-Оле. Там он и представит первую премьеру сезона спектакль «Чехов Клаб». Татьяна Филатова, Олег Якимов, Республика. «Вернуть детство» – так называется масштабный проект, направленный на творческую и спортивную реализацию воспитанников детских домов. 9 и 10 сентября в Чувашии в рамках проекта состоится окружная спортакиада. 300 юных спортсменов из детских домов 14 регионов будут покорять спортивный Олимп Приволжья. Соревнования пройдут на базе научбоксарской детско-юношеской спортивной школы. Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Не переключайтесь. Напомню сразу после информации о погоде в нашем эфире интервью по существу. Редактор субтитров А.Семкин